Всем привет! Сегодня 6 марта, Московская область. Я начинаю высевать сладкие перцы. Я ранее говорила, что посевы в этом году я переношу на несколько дней позже, чем в прошлом году, потому что ранней весны в любом случае не будет. У нас первые несколько дней марта начал резко таять снег. На этом вся весна и закончилась. На следующей неделе уже минус 17 градусов ночью, и день до через день идет снег. Так что весны ранее нам не ждать. Посев перца я делаю каждый год по одной и той же схеме. Все очень просто. Беру лоток. Он в высоту примерно 5 или 7 сантиметров. Здесь у меня почва-смесь. Я смешиваю торф, агробалт, нейтральный, обычный, в оранжевой упаковке. Смешиваю с домашним биогумусом, который производят мои червесторатели. Примерно 70 на 30. То есть 70% торфа, 30% биогумуса. Перемешиваю. Забиваю этой почвосмесью лоток. Проливаю или фитоспорином, или клеокладином, раствором. Нарезаю вот такие, как это назвать, делаю углубления вот таким аппаратом. И все. И дополнительно еще слегка проливаю вот эти бороздочки. Затем, накануне, буквально вчера, я замочила семена сладкого перца в растворе HB101. Я на пол-литра капаю 3 капли и на ночь замачиваю семена. Перец я уже, наверное, второй или третий год просто замачиваю на сутки для того, чтобы они набухли. Не проклюнулись, а просто набухли. Я раньше ждала, чтобы каждое семя проклюнулось. И только тогда, проклюнувшись, я начинала их раскладывать. Но перцы всходят неравномерно. Бывает, из пяти семян проклюнется одно, а остальное ждешь. Так как я каждое семечко не сею в одну емкость, ну то есть в разной емкости, поэтому смысл мне ждать, когда проклюнется, нет. У меня общая плошка, поэтому они набухли, и мне этого достаточно. Я каждый сорт, конечно, здесь подписываю. Замачиваю, как сказала, в HB101 и таким накрываю чашечкой Петри и ставлю в теплое место. Вот вчера вечером замочила, сегодня я уже буду высевать. Каждый номер у меня прописан, где что. Здесь, конечно, я отметила номера, записала все в тетрадь. Еще хочу сказать, что в этой плошке нет дренажных отверстий. Я не делаю, когда высеваю томаты таким же образом, я высеваю перцы, баклажаны, дренажные отверстия не делаю. И уже растения, семянцы пикирую я из общей плошки в рассадные пакеты, когда у растения будет два, минимум два настоящих листа. Итак, беру номер один, где у меня здесь, вот, да. Так, номер один, вот. Все сорта перца, которые буду выращивать в этом году, я показала в предыдущем видео, я оставлю ссылку, зайдите, посмотрите. Всего у меня будет семь сладких сортов и один сорт острый. Вот, они буквально набухли. И мне этого достаточно. Раньше я как-то высевала каждый сорт в отдельную емкость. Мне это не понравилось. И я уже сколько лет высеваю в общую плошку, а потом пикирую и рассаживаю по рассадным пакетам. Примерно мне нужно 50 кустов сладкого перца. Я выращиваю. Ну, конечно, я делаю это все с запасом. Если мне нужно 8 кустов перца, я, значит, высеваю 10. То есть, 2 берут, 2, 3, 7 я беру так, чтобы, знаете, на этот. А вдруг не взойдет. Вот так. Все, вот таким образом раскладываю. Они так хорошо набухли за сутки. Так, я правильно там раскладываю номер один? Ага, все верно. Так, и беру номер два. Смотрите, как хорошо они набухли. Прямо такие хорошенькие. Если остается у меня рассада, по большей части она у меня всегда остается. Я не все высаживаю в теплицу. Я или продаю, или угощаю. Перцы сладкие я выращиваю только в теплице. Она у меня стеклянная, без отопления, неподогреваемая. А острые перцы я выращиваю в мягких контейнерах по 2 штуки в открытом грунте. То есть, я когда наступает тепло, из теплицы выношу эти мягкие контейнеры, и у меня острый перец растет на улице. Я показывала эти контейнеры, но, по-моему, я сказала, что я высаживаю по 2 штуки контейнер около 16 литров. Я посмотрела, нет, там не 16 литров, там то ли 22, то ли 24 литра. Я уже не помню. Надо будет посмотреть, когда я их покупала, посмотреть, какой литраж. Все, я не буду задерживать ваше внимание. Вот таким образом сейчас разложу и покажу, что дальше. Итак, семена разложила. Закрываю землей. Присыпаю примерно сантиметр-полтора на глаз. Сейчас здесь недостаточно, будет у меня присыпка. Сейчас сверху еще подцеплю. Почва смесь. Острый перец я тоже сюда сею. Вот здесь у меня восьмой. Это острый перец. Все в одну ложку. Маленькое покрытие я досыпаю. Почва смесь у меня сейчас изначально влажная, то есть не сухой присыпаю. Все. Прижимаю, чтобы семена соприкоснулись с землей. И сверху из распылителя поливаю. Здесь у меня разбавлен HB101. Три капельки на пол-литра. Такую концентрацию я делаю только при замачивании, при посеве семян. А в остальных случаях три капельки это на литр у меня идет. Все. И таким образом я слегка забрызгиваю. Весь процесс показывать не буду, это и так понятно. Беру клееночку, здесь в ней уже отверстие, и закрываю ложку с посевами. Все. Вот и весь посев. Очень легко и очень быстро. Теперь я этот контейнер выставляю под лампы обязательно и на теплый коврик рассадный, подогреваемый. Температуру у коврика там можно регулировать. Я вам показывала, его уже есть колесико. И есть максимально и минимально. Минимально это он практически не греет, а максимально для... Я так считаю, что это горячевато для всходов. Для прорастания семян. Поэтому я это колесико выставляю где-то посередине. И там у меня семена уже прорастают. Вот я как-то так делаю. Все. И когда я уже увижу петельки, я никогда не снимаю клеенку, когда увижу там одну петельку или две. Минимум 5-6-7 петелек. Только тогда я снимаю клеенку с этой плошки. То есть жду, когда появится побольше петелек. Так, и последний у меня посев на сегодня. Это я буду высевать баклажаны. Баклажаны я выращиваю тоже в мягких контейнерах. По 2 штуки. Контейнер, по-моему, 35-литровый или 36-литровый. Это мне надо смотреть в записях. Я их высаживаю. Также выношу в теплицу стеклянную, где у меня хранятся и перцы. Значит, они у меня там растут в этих контейнерах по 2 штуки до тех пор, пока не наступит в открытом грунте стабильное тепло. Я эти мягкие контейнеры выношу. Их очень легко выносить. Ну, конечно, нужно вдвоем. У них есть ручки. И каждый человек берет по бокам по ручке и выносит эти контейнеры, в общем, на улицу. И у меня баклажаны растут в открытом грунте. Можно так сказать. Итак, мне нужно всего лишь 6 кустов. И я высаживаю по 2 штуки. Поэтому высевать я буду буквально 10 штук. Беру такой отдельный контейнер маленький, одноразовый. Заложила сюда, набила тоже почвосмеси, что и в перцы. Также я эти семена накануне, буквально вчера замочила, чтобы они набухли. И мне 6 нужно растений. Но высевать буду 10, потому что, может быть, что-то не взойдет. Может быть, будет выбраковка каких-то уже сеянцев, да, взятие самых лучших. Ну, в любом случае, я высаживаю больше, чем мне нужно. Это гибрид Валентина. Я в прошлом году этот гибрид выращивала. Была стопроцентная всхожесть. Мне понравился этот гибрид. Поэтому в этом году я ничего не стала более покупать. Купила только один, и все. Вот нам этих кустов, 6 кустов, на семью достаточно. Это для того, чтобы сделать немножко заготовок. Мы сильно не едим баклажаны заготовки. Сделать, запекать их на мангале. Делать тут же салаты, да. И так же запекать и замораживать баклажаны уже, как заготовку делать зимнюю. Этого предостаточно, 6 кустов. Отлично. Все так же прикрываю сверху в сантиметр-полтора. Прижимаю землей, почвосмесью. И так же сбрызгиваю. Увлажняю верхний слой. Таким же образом, как и перцы, я сейчас поставлю на подогреваемый коврик, под лампу. И когда появится 5-6 петелек, я сниму эту крышку. Вот и весь посев баклажан. Следующие посевы у меня с 10 по 13 марта. Высеваю я томаты. Это все сорта, которые я выращиваю в этом году. Схема посева точно такая же, как и у перцев. Такие же ящики. В общем, схема одна и та же. Единственное, что томаты я делю на два этапа посева. Допустим, первую партию я высеваю 10 марта, а вторую 12 или 13, так как томатов у меня сортов очень много. И в один день я этого не делаю. А так все очень легко и просто. Сегодня же я еще занимаюсь цветами, пересаживаю их из общей плошки по отдельным стаканчикам. Но это я уже сниму другое видео. Вот, в принципе, и все. Да, еще в середине марта, начиная с 15, наверное, 16 числа, я буду сеять лабелию. Но это уже я другое видео хочу снять, показать вам. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok